Добрый день! В эфире информационная служба Первого канала. В студии Юлия Панкратова. Главное событие к этому часу. На финишную прямую сегодня определится последняя группа финалистов Евровидения 2009. Второй полуфинал в прямом эфире Первого. Сегодня станут известны все претенденты на победу в конкурсе Евровидения 2009. Вечером в Олимпийском пройдет шоу, в котором определятся еще 10 участников финала. Известно, что в отличие от первого полуфинала, оформление которого было построено на сказочных сюжетах, второй будет отличаться национальным колоритом. Какие еще сюрпризы ждут телезрители, узнал Алексей Зотов. Кратая минута перед последней репетицией. Кто-то играет на скрипке, кто-то разминается или в который раз уже просит поправить прическу, а кто и просто танцует. Каждый из участников по-своему борется с волнением перед выходом на сцену. Тем более, до выступления в прямом телеэфире остались считанные часы. Сердце главного песенного конкурса Европы сильнее всего бьется, конечно же, здесь, на огромной сцене Евровидения 2009. Сейчас здесь наводят последний лоск, настраивают и в сотый раз проверяют оборудование. Но уже сегодня вечером сюда на сцену выйдут 19 участников второго полуфинала конкурса, чтобы подарить свои песни тысячам зрителей в зале и миллионам телезрителей во всем мире. Заводные ирландские девчонки привезли номер с потрясающей энергетикой. Мощный заряд обеспечен всем зрителям с самого начала. Но, похоже, и сами они получают невероятное удовольствие от выступления. Я получаю такой кайф на этой сцене, атмосфера, безумный драйв, все просто фантастически. Александр Рыбак из Норвегии, которому накануне исполнилось 23 года, переживает только за голос. Ведь игрой на скрипке он владеет виртуозно. И музыкальную часть его сказки на площадке Евровидения многие уже насвистывают. А в числе фанатов даже российские звезды. Грек Саки Срувас к концу песни готовится почти взлететь над зрительным залом. Сам говорит, что от счастья. Лично я в восторге от всего, что происходит. У меня только что были три минуты абсолютного счастья. Но совсем уж невероятные декорации за отведенные 30 секунд между песнями успевает выкатить на сцену украинская команда. Номер очень экстремальный, поэтому масса нюансов, которые нужно успеть сделать и которые нужно контролировать во время выступления. Как звучат легендарные песни Евровидения на русских народных инструментах и что делают на конкурсе «Медведи» — это лишь некоторые секреты второго полуфинала. Этим вечером многие символы России предстанут в неожиданном виде. «Матрёшки». Вот они будут какие-то сложные технологические изобретения. И они будут передвигаться по сцене и давать различные изображения сложные. Интересно, что самые блестящие идеи этого конкурса придумали и реализовали именно его российские организаторы. К примеру, все образы, которые показывают экраны огромной сцены. И, конечно, каждый нюанс телевизионной трансляции. Мы очень довольны первым полуфиналом. Прекрасная организация конкурса, незабываемое шоу. Было очень красиво. И что больше всего понравилось, первый канал просто на высоте. А вот и приз, который получит победитель конкурса. Точно такой же хрустальный микрофон, какой привёз в Москву из Белграда год назад Дима Билан. Но это только в финале. А сегодня в эфире первого канала ещё одно волнующее феерическое шоу. Второй полуфинал Евровидения 2009. Это просто незабываемое количество эмоций и адреналина. Я просто, честно говоря, в жизни такого не ощущала. Музыкальный праздник продолжается даже ночью. На этот раз гостей Евродома собрала самая ожидаемая русская вечеринка. В лиминации, конечно же, стала песня «Мама» Анастасия Приходько. В следующий раз она её споёт уже в финале конкурса. 16 мая. Начало трансляции второго полуфинала на нашем канале сегодня в 23.00 по московскому времени. А в субботу, 16 мая, состоится финал Евровидения. Россию на нём будет представлять Анастасия Приходько. Все концерты зрителей первого канала смогут увидеть в прямом эфире. Анастасия Приходько.